МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Ни туды и ни сюды. Почему жители Барнаульского поселка Казенная Заимка пьют и моются только по ночам? Молодежь будущего какую площадку посетил бы временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко? Сладкое детство. Как выглядит лучший торт для малышей? На Алтае могут объявить режим ЧС из-за отставания по посевной. Такую возможность не исключил исполняющий обязанности главы региона Виктор Томенко. Из-за непогоды особый режим уже действует в ряде районов Томской области, а также в Новосибирской и Омской областях. В сутки по краю сеют до четверти миллионов гектаров. Имея самое большое в России пахотное поле, сельхозпроизводители стараются наверстать упущенное. Сейчас в регионе остаются засеять чуть больше трети земель. Основная работа идет на хлебных полях. Сев масличных культур завершат со дня на день. У жителей Барнаульского поселка Казенная Заимка каждое лето наступает сухой сезон. Воду они видят только по ночам. Днем насосы водонапорной башни с нагрузкой не справляются и не могут обеспечить весь поселок. А на днях ситуация усугубилась. На скважине сгорел насос. В результате 4 тысячи человек в течение трех дней совсем оставались без воды. Разбиралась Валентина Аскерова. Все затарило. И у меня была вода. Я и ноги мыла, пол мыла. Дождевой водой мыли? Да, я дождевой. ЧП на скважине произошло в прошлую пятницу. В результате весь поселок остался без воды. Жители выходили из положения как могли. Вода начала возвращаться в дома только в понедельник вечером, когда коммунальщики починили насос. Гарантии какие-то есть? Нет. Гарантии нет? Бежит водичка. Вот такой струечкой. Пожалуйста. И как должна работать посудомой? Но даже такой напор, по мнению рабочих, роскошь. 30 лет назад, когда строилась заимка, люди на собственные деньги построили водонапорную башню. Но постепенно поселок начал разрастаться, и воды на всех стало не хватать. Только после 11 вечера, когда часть жителей засыпает, можно помыться, приготовить еду и полить огород. За десятилетия эксплуатации, рассказали жители, ремонт проводился только экстренный. Дефицит воды жители испытывают ежегодно. Воды систематически нет. Практически с середины мая и по конец, начало августа, сентября. Ну, как справляемся? Ну, своими силами. Я вот с работы воду вожу. Так же и детей моем. Канистры, фляги. В 2012 году башню взяли на баланс города, признав ее бесхозной. У людей появилась надежда, что проблема может решиться. Но изменения произошли только на бумаге. Эта проблема была, есть и она будет, потому что ее никто не хочет решать. Звонишь в администрацию научного городка, тишина, никто трубку не берет, даже разговаривать не хотят. Но на наш звонок местные власти ответили и охотно рассказали, что сейчас на водозаборе в казенной заимке три резервуара общим объемом 240 кубических метров. Только этого недостаточно, чтобы дать воду всем жителям. Поэтому в планах построят еще один более крупный резервуар. По итогам конкурсных процедур определена подрядная организация на проектирование и строительство резервуара питьевой воды как раз на этом водозаборе объемом 500 кубических метров. При строительстве такого резервуара проблема нехватки питьевой воды она, собственно говоря, будет решена. Разработать проект обещают в этом году, а в следующем построить. Правда, как выяснилось, жителям говорят об этом не первый год. И люди по-прежнему запасаются водой по ночам и боятся, что ждать обещанного им придется еще не один год. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. А в селе Тюменцево, где на прошлой неделе произошла крупная коммунальная авария, возобновили подачу воды. Но жители районного центра, в котором проживает 5000 человек, считают, что проблему с водоснабжением местные власти не устранили. Селяне утверждают, напор воды из-под крана очень слабый, а ее качество оставляет желать лучшего. Напомним, 1 июня в Тюменцево рухнула изношенная водонапорная башня. Сотни людей остались без питьевой воды. Накануне подачу возобновили, и для этого к глубинному насосу подключили специальное оборудование, которое может регулировать давление воды в системе. Но вот напором воды как раз и недовольны жители Тюменцево. Они утверждают, из-под крана бежит тонкая струйка, к тому же вода неприятного цвета, и пить ее опасно. Жители также рассказывают, что накануне замглавы района вместе с мастером по водоснабжению делали поквартирный обход. Но, похоже, говорят тюменцевцы, проблема решится не скоро. Остановились на том, что качество воды, как и везде, по краю, ничего хорошего никто не будет делать, и чтобы его сделать таким чистым, как питьевую воду, значит, вы будете платить дороже. Вот. Ну, а вот по поводу напора, вот этот мастер говорит, ну, давайте мы сейчас вам добавим, говорит, просто-напросто добавим давление. Вот эта замглавы, она говорит, да ты что сейчас добавишь, у нас, говорит, везде порывы пойдут. Настолько старое ветхое вот это водоснабжение, так вы, извините, вы делайте, вы меняйте трубы тогда. Почему мы должны страдать от этого? Добавим, на днях Федеральный Роспотребнадзор опубликовал доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения субъектов страны России. По его данным, Алтайский край вошел в пятерку регионов с самой грязной питьевой водой. Пострадавшие от первой волны паводка на Алтай, а это более 17 тысяч человек, получили выплаты на общую сумму 374,5 миллиона рублей. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона со ссылкой на Минтруда и социальной защиты. Средства зачисляют на лицевые счета жители Петропавловского, Краснощоковского, Смоленского районов. Эти территории больше всего пострадали от наводнения. Жители получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. Некоторым перечислят по 50 тысяч за частично утраченное имущество первой необходимости. Ну а те, кто полностью лишился имущества, получат по 100 тысяч рублей. Степень утраты определяет межведомственная комиссия. На основании обследования затопленных помещений жителям нужно обратиться с письменным заявлением в управление соцзащиты. Мы продолжаем следить за главным молодежным событием этой недели. Подходит к концу второй день работы форума «Алтай.Роста». Сегодня в Смоленский район приехали ведущие предприниматели, политологи из Москвы, Барнаула, Новосибирска, Красноярска. В эти минуты участники форума защищают свои проекты. Каждый из них претендует на грант в 100, 200 или 300 тысяч рублей. Подробнее в репортаже Ирины Корчагиной. На молодежно-управленческий форум приехал временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко. Это одна из его первых встреч с алтайской молодежью. Всех волнует, какая площадка заинтересовала Томенко больше всего. Ну, конечно, творчество, и спорт, и история. Это все, каждое направление. Это невероятно интересно. Я бы выбрал площадку свободный микрофон. Знаете, почему? Это было мое предложение. На сибирском подворье работает 26 площадок по разным направлениям. Команда организаторов рассказывает, что алтай точки роста становится точкой невозврата к себе прежнему. Каждый год после АТР в России становится на 400 предпринимателей больше. А полторы тысячи новых участников из 20 стран и 50 регионов страны убедятся в этом через 5 дней. Это отлично, замечательно, хорошо. Это красивое место для отрости. Я советую моим друзьям. Я хочу поделиться с людьми в Африке идеями, которые витают здесь. Особый акцент уделают на социальные проекты, как, например, День красоты. Его идея в том, чтобы помочь преобразиться мамам, воспитывающим особенных детей, у которых не остается времени на себя. Хендмейд, своими руками, творчество. Этого тоже достаточно много. И я думаю, что сегодня мы как раз и столкнемся именно с этими видами предпринимательской деятельности. В прошлом году Михаил выиграл грант в номинации «Социальное предпринимательство». Парень открыл войлочную мастерскую и пригласил тех, кого обычно неохотно берут на работу. Мы уже только устроили 5 инвалидов. Сейчас, на данный момент, у нас на обучении 48. Уже в конце недели эксперты определят победителей, которые получат грантовую поддержку в 100, 200, 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Всего в АТР-кошельке 4 миллиона рублей. А победители в номинации «Лучше реализованный» АТР-проект сможет пройти зарубежную стажировку. Ирина Корчегина, Павел Ларнин. Наши новости. Сколково в гостях у бурнаульских студентов, ученых и предпринимателей. Сегодня в краевой столице стартовала выездная школа открытого университета Сколково «Навигатор инноватора». С момента запуска в прошлом году специалисты успели объездить с тренингами всю страну до Дальнего Востока. И теперь очередь добралась до Алтайского края. За ближайшие три дня около сотни бурнаульских студентов, аспирантов, предпринимателей прослушивают экспресс-курс лекций и примут участие в мастер-классах. Их наставниками будут бизнесмены из сферы высоких технологий и другие эксперты федерального уровня. По словам организаторов, цель проекта «Навигатор инноватора» — научить молодых людей в провинции тому, как превратить свои интересы и проекты в полноценные стартапы. Это люди, которые либо в науке делают какие-то проекты, они сидят в лабораториях, делают какие-то исследовательские проекты, делают их на базе ВУЗа. Но как это превратить в реально работающий бизнес, наукоемкий стартап, у них понимания не было. И мы как раз за эти четыре дня стараемся развивать у них вот эти бизнес-скиллс, для того, чтобы они понимали, как вот с тем проектом, который они любят, которым им нравится, им заниматься, чтобы они понимали, как на нем действительно можно выйти на рынок, как можно его показать миру. Защита проектов состоится в ближайшую пятницу. Эксперты выберут лучшие заявки, а сотрудники открытого университета обещают помочь их авторам в дальнейшей реализации задуманного в виде полноценных бизнес-проектов. Сладкое детство. Каким должен быть торт на эту тему, сегодня фантазировали мастера кулинарного искусства края. Лучшего кондитера выбирали в Барнауле. На это звание претендовало семь участников из краевой столицы Белокурихи, Рубцовска и Ребрехинского района. Елена Кузовкина тоже там была, но, к сожалению, сладкого не попробовала, попала в самый разгар производства. Слово нашему корреспонденту. Если картину, написанную маслом, можно сохранить на долгие годы, то торт, расписанный масляным кремом, просуществует до ближайшего застолья. Кондитеры об этом знают и морально к этому готовятся. И вот этот яркий домик скоро тоже станет чьим-то угощением. Говорят, двум хозяйкам на одной кухне ужиться невероятно сложно, а вот кондитерам можно. Здесь у каждого свое рабочее место, инвентарь и свои, собственно, приобретенные продукты. Но есть в этом конкурсе то, что объединяет всех. Это тема, раскрыть которую очень важно. Самое главное, чтобы все изделия сегодня отразили тематику «Сладкое детство». Тема сегодняшнего конкурса, то есть детская тематика. Они будут изготавливать торт и три вида пирожных из различного вида теста. Павел Климентов работает поваром в одном довольно известном барнаульском кафе. Все возможные салаты и горячие блюда у него получаются на ура. А вот тортами и другими десертами в основном балуются и только дома. Хотя на руках есть диплом кондитера, для Павла это первый профессиональный конкурс. Пирожное он решил сделать свое любимое с детства. Легкое безе в составе белки и сахар. А торт будет совсем непростой. Я постараюсь сейчас успеть все-таки сделать кубик-рубик. Будет несколько видов мазури отражать кубик-рубик. Постараюсь гранулы, ну вот эти квадратики маленькие сделать, изобразить, сделать куб. Ну а начинка из чего будет? Хлебный он или коржами? Бисквитный и со сливочным кремом. Анастасия Агаркова захотела представить на суд экспертов фирменный торт по собственному рецепту. Тон будет шоколадно-мандариновый, украшенный фигуркой волшебного егинорога. Кстати, его девушка делает из сахарной пасты и мастики. На практическое задание у участников 5 часов будет и теоретическое тестовое. Как вы думаете, кондитер это женская профессия или все же мужская? Это, я считаю, профессия того, кто любит поесть сладкое и любит накормить всех. Эксперты оценят вкус и внешний вид кондитерских изделий, но имя победителя официально назовут 16 августа. Тогда подведут итоги конкурса «Лучший по профессии». Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, чья работа и призвание защищать природу. 5 июня во всем мире празднуется День окружающей среды, а в России еще и День экологов. В Барнауле сегодня вручали экологическую премию имени Верещагина за достижения в области охраны природы. Ее получил профессор Виктор Ревякин, сотрудник Тегерекского заповедника Олег Гармс и другие. А вот специалисты краевого отделения Русского географического общества отмечают свой праздник по-своему, очищая скалы от вандальных надписей. За последнюю неделю географы совместно с волонтерами вернули первозданную чистоту большей части скальных выступов на горе Цирковка, одному из самых известных и посещаемых туристами мест в Белокурике. Работали исключительно вручную, без применения вредных для природы химикатов. Иногда задумываешься на самом деле, каким образом ребята рисовали все это, потому что мы за неделю работы только на этом объекте достаточно много времени потратили для того, чтобы обеспечить безопасность проведения этих работ. И иногда удивляешься, каким образом эти надписи были нанесены без применения каких-то специальных средств. Но не везли же сюда люди лестницы и альпс-наряжение. Чистые скалы достояния Алтая не первый в России подобный проект, но самый масштабный. В общей сложности географы очистят более 3000 квадратных метров скал. Впереди Красночоковский, Змеиногорский, Куринский и другие предгорные районы. Окончательно вернуть алтайским скалам первозданную чистоту планируют уже к середине осень. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Самое быстрое похудение «Турбослим-экспресс». Всего за три дня до минус 3 килограммов и до 3 сантиметров в талии. «Турбослим-экспресс» от компании «Эвалар». Завтра в крае облачно. Возможны дожди и грозы. Ветер юго-западный порывистый. В Заринске, Олейске, Белокурихе и Рубцовске до плюс 25. В Бийске гроза и 26 тепла. В Камнино-Обийславгороде до 28. В Барнауле 6 июня облачно. Гроза. Температура ночью 11-13. Днем до 26 градусов выше 0. К этому часу у меня все новости. Хорошего вечера вам и до встречи в эфире. Феогент Ермолаев воевал на Центральном, Западном, Втором Белорусских фронтах. Особо отличился при форсировании рек Проня, Бася и Днепр. В 1944 году под командованием капитана подразделение захватило плацдарм на берегу Днепра, переправило под огнем противника пулеметы, а затем выбило неприятеля из траншей, чем содействовало переправе остальных групп. В критический момент Ермолаев поднял бойцов в штыковую атаку. Позже они перерезали шоссе Минск-Могилев и уничтожили 500 вражеских машин. За мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Но награду он получить не успел, погиб в боях за освобождение Польши.